Алматинка Светлана Боровая последний месяц не может отдыхать в собственной квартире. Виной стала стройка, которая ведется прямо под окнами пенсионерки. Все попытки выяснить название строительной компании, а также назначение будущего объекта закончились неудачей. Городской Акимат на все вопросы отвечал упорным молчанием. Тогда пенсионеры решили пригласить во двор журналистов. Это стало последней надеждой. Название для пресс-конференции долго не выбирали. Люди единодушно назвали происходящее бандитизмом на строительной площадке. Наш дом может, так сказать, уйти туда вниз. Теперь хочется еще сказать, что шум, конечно, немоверный. Поднимается пыль до пятого этажа. Первые два дня они утром поливали, хотя должны и утром и вечером поливать. Сейчас вообще прекратились. Документов у них никаких нет. Никто ничего не знает. Нелегально подводили коммуникации, врезались к нашему щитку, провели кабель. И все это делается нелегально. Кто этим руководит и что? Никого они ничего не знают. Покоя нет никому. Пыль. Пыль вот на балконы. Вот у меня на четвертом этаже невозможно форточку открыть. Вот. Пожалуйста, помогите нам как-то вот этого избавиться. Торожилы говорят, что по генеральному плану в этом месте должен быть детский сад и сквер. Кто и почему изменил этот план, никто не знает. Прибывшие на сход жители сотрудники Акимата и прокуратуры представлялись блогерами и случайными прохожими. Отвечать на вопросы жителей они категорически отказывались. Но скрупулезно снимали происходящее на мобильные телефоны. Из тех общественных и политических деятелей, приглашенных на пресс-конференцию, откликнулся лишь представитель природоохранного движения Серик Казакпаев. У нас в городе происходят невероятные неприятные вещи. Идет стихийная застройка. Все эти объекты, которые сейчас застраиваются, не учитывая мнение жителей местных. И тем более у нас город довольно-таки густо населен. И все пустыри, где возможно было бы разместить детские площадки, скверы, парковые зоны, все идет под застройку. Казакпаев считает, что все лакомые кусочки земли в Алматы были по несколько раз проданы и перепроданы. Для того, чтобы прекратить незаконное строительство во дворах, нужно создать общественные комиссии и проверить все здания, возводимые с помощью точечной застройки.